Друзья, добрый вечер. Мы для вас презентуем анонс AFL Winter Cup 2018-2019. У нас второй тур. Очень интересные пары в этом туре сыграют между собой. Естественно, я считаю, что этот тур будет очень занимательным, а главное с хорошей такой спортивной борьбой. Смотрите дальше. Это первый матч нашего тура. Лацио сыграет с Атлетик Бельбао. На самом деле команда Чугуева, я думаю, должна проходить эту игру без каких-либо проблем. Команда Лацио в первом туре получила 3 очка, у Атлетик Бельбао 0. Я думаю, что команде Безуменко будет нелегко обыграть Лацио и считаем на победу первых со счетом плюс 5. Следующая у нас игра. Хофенхайм сыграет с Борусиемин и Латбах. Как я уже говорил, Горой Борусиемин и Латбах стал открытием для нас в прошлом туре. Хофенхайм забил 12 мячей. Две команды, которые в группе Бельбао заняли, сейчас занимаясь первое по 6 место, они выиграли первые свои игры. Естественно, я думаю, что они где-то равны по силам. Все будет зависеть от настроя. Какой будет счет, я думаю, что победа будет за Хофенхаймом с преимуществом в 2-3 мяча. В четвертый матч нашего тура сыграют команды ФК Такси 5-7-9 и Депортиво. На самом деле, в принципе, две команды, хоть и по своим таким серьезным сильным названиям, в первом туре потерпели поражений. Такси проиграл с счетом минус 2, Широ Костук там хоть и забил 5, как я уже говорил, но, к сожалению, его команда тоже, по-моему, где-то с минус 6 попала. В этом туре будет очень интересная игра. Я уверен, что команды дадут бой. И знаете, прогноз как-то ставить такой вот... Нету какого-то явного фаворита. Да, все зависит от сбора команд. Я думаю, что ФК Такси будет немножечко сильнее, хоть и будет так счет на уровне качель, да, но где-то плюс 1-2 мяча они должны будут вынести и вынести 3 очка из этой игры. Друзья, Штурм Лестер-Сити, пятая игра нашего тура. Штурм в первом туре 9-1 обыграл своего соперника ПСЖ. Лестер-Сити, на самом деле, пустого места не оставил тоже своих соперников. Там более 12 мячей было забито. Около 12 мячей. Так что я думаю, в принципе, что у Штурма будет такая, знаете, проверка уже боем с хорошей командой. Вот мы и посмотрим, насколько команда претендует на высокие места. Ну, Лестеру что? Лестеру нужно побеждать. Если придут, придет Медведев, Ткаченко и, в принципе, остальная компания Волгове с Дрангоем, то, честно говоря, мне кажется, мало будет шансов у СК Штурм. Ставлю на победу Лестера плюс... Плюс 6, друзья мои. Это плюс 6. Итак, следующая у нас игра. Я сразу шестую и седьмую затрону. Сток Сити 2 сыграет с Атлетико Мадрид. И Атлетико Мадрид сыграет со Сток Сити. В общем, у нас получается два состава утрать между собой две игры, причем подряд. Так что приходите на манеж вечером поддержать своих фаворитов. Слушайте, ну это будет... Вот я, честно, фаворитов... Я не могу сейчас сказать, кто на самом деле может одержать победу. Все будет зависеть от разных факторов. Но мне кажется, что все-таки будут сильнее с командной точки зрения немножко на голову Сток Сити. Вот. Мне кажется, что Сток Сити выиграет эти две игры. Так ли это будет на самом деле? Посмотрим. Желаем Юрия Пархоменко, вожаку Атлетико Мадрид, настроить свою команду так, чтобы они доказали, что я ошибался. Слушайте, друзья, ну вот у Бетиса, Реал Бетис, и мы с вами знаем, хорошая команда, которая сыграет в этом туре с Панферодиной. Есть серьезная группа поддержки, но что-то не складывалось с результатами реализации момента. Надеемся, что в этом туре у них будет больше... Мяч будет залетать уже в сетку чужих ворот, да. А Панферодина, что Панферодина? Хорошая, серьезно организованная команда. Если приедут Адарий, Котенко, остальные исполнители, с которыми мы знакомы с вами еще с прошлого года, я уверен, что Бетису может не поздоровиться. Ставлю на победу Панферодины, так как они уверенно в первом туре обыграли своих соперников, думаю, с Бетисом они выиграют со счетом плюс два, плюс три. Друзья, Манчестер Сити, Валенсия. Тут тоже вывеска такая, очень многообещающая. В прошлом туре два игрока Манчестер Сити по тем или иным причинам получили удаление, естественно, они будут немножко ослаблены в составе. У Валенсии знают, что они готовятся в боевом духе, полностью готовы к игре, они проводят тренировки в будние дни, соответственно, команда готовится к тому, чтобы занять призовые места на этом турнире. Можно даже сравнивать команду Валенсия с Англией и Испанией, Манцити с Лигой Чемпионов, но мне кажется, что Валенсия будет немножечко сильнее. В связи с тем, что Манцити потеряли игроков по разным причинам. И мне кажется, что Валенсия где-то выиграет со счетом плюс три, плюс четыре. Друзья, Фортуна Малерка, предпоследняя игра нашего тура, слушайте, ну, хочется сказать, что это две команды, которые, откровенно говоря, разочаровали, потому что от них ожидали большего в первом туре. Обе команды проиграли, следовательно, здесь уже нужно будет показывать зубки и, соответственно, команда, которая выиграет, будет претендовать на хорошие места. А команда, которая проиграет, будет как-то плестись внизу турнирной таблицы и уже явно мотивация у них будет намного ниже. Ставим на победу Фортуны с отчетом плюс. Друзья, следующая игра у нас Боруссия Дортмунд, Парис Сен-Джермейн. Игра, которая, в принципе, думаю, на ровных соперников по своему уровню. Если приедет Гаваленко, я хочу уже увидеть его, наконец-таки, в этом 2016 году. Если приедет на Манеж, я уверен, что он сможет разумно руководить своими подопечными для того, чтобы добиться победы. Парис Сен-Джермейн, в принципе, в прошлом туре выглядели неплохо, попали под каток от штурма 1-9. В принципе, думаю, что даже у них больше шансов добыть победу в этой непростой игре, учитывая, что у Лавриненко было удаление. У хорошего защитника Боруссия Дортмунд. Так что я ставлю на победу Парис Сен-Джермейн на сеть ресторанов Старбургер. Это, собственно, наши тоже друзья-партнеры. Я ставлю где-то в плюс 2. Плюс 2, они обыграют Боруссию. Последняя игра нашего обзора, нашего анонса, прошу прощения. Последняя игра нашего анонса Вильгельмсаффен и Кёльн. Команды, которые, в принципе, в первом туре Вильгельмсаффен выглядели неплохо. Но, к сожалению, проиграл на последнем минуту своему сопернику. Кёльн сыграл 6-6 со Сток Сити. И я слышал, что у Кёльна будет хорошее такое усиление. Килограмм так на 80, да? Вот оно. Поэтому, друзья, посмотрим, как Вильгельмсаффен собрется на эту игру. Удастся ли этому усилению хотя бы добежать до чужих ворот. Дадут ли защитник Вильгельмсаффен это сделать. Насчитываем на их взаимоуважение. А думаю, друзья, что все-таки окажется Кёльн сильнее. Где-то в плюс 3 пьяча. Один из которых я забил в свой ворот. Так что, друзья, оставайтесь с АПЛ. У нас был последовательный анонс. Давайте, друзья, подходите, приходите на стадион, берите шапочки, одевайтесь в тепло и получайте хорошее настроение в турнирах под эгидой Матерской в Куле-Лиге. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok